всем приветики наконец-то у меня снова вернулись мои девочки сейчас я вам напомню о каких таких девочках идет речь так как я закончила на все свои заказы на переделку и как я уже говорила временно я пока на переделку не принимаю заказов я хочу поделать брошки в том числе брошки на заказ но не только на заказ делаю я подобную коллекцию девочек наверное многие помнят в 2018 году и на тот момент когда я сделал этих девочек по большому вдохновению как сегодня писала в инстаграме такие девчонок не было ни у кого мне как-то это тоже немножечко греет душу знаете вроде как такой оригинальной оригинальной идеей было сделать такие брошки но сейчас не только я делаю брошки с девочками но все равно у каждого мастера свой почерк поэтому даже если взять одни и те же материалы то все равно результат будет не один и тот же вот и у меня мне кажется что мои девочки отличаются от девочек другого мастера это не значит что у кого-то они хуже у кого-то лучше просто разные в этот раз вот эта девочка свободно вот здесь идет оплетением бисером сразу приступаю к описанию брошки оплетением бисером в красных тонах потому что там красный фон у кабошона а снизу в темно-синих тонах потому что здесь у девочки платится темно-синие совсем немножко страз вот здесь внизу жемчужная тоненькая стразовая цепочка вокруг кабошона и ленты репсовые репсовая лента в центре это белое кружево и бархатные красные пошире и синие поуже когда я уже закончила все мне напомнили эти ленты флаг конфедерации вот именно такое сочетание а вам как кажется напоминает еще звездочек до белых не хватает и точно будет флаг конфедерации но мне нравится для меня это красиво и отличное сочетание сзади здесь идет вот такая отделка обычная как у всех наверное моих девочек только конечно же в этом году у меня еще и бирочка появилась раньше бирочек не было девочка эта девочка свободна пока и если вы хотите то можно бронировать и на данный момент у меня есть еще вот такая девочка сразу скажу что она не свободна и и уже оплатили и скорее всего утром я пойду ее уже отправлять поедет она в швейцарию здесь такой вот готичный немножечко стиль черный полностью черный бисер японский и здесь и в предыдущей броши японский бисер черная цепочка которая так сдержанно поблескивает стразовая цепочка и черные фианиты вот здесь внизу который я выложила форму бантика это не страза это именно фианиты ну по крайней мере мне их так продавали поэтому я так уточняю значит здесь тоже ленты тоже черная репсовая лента бежевая бархатная кружева бежевая вот такая вот органза бежевая бархатные ленты черные и репсовая лента бежевая сзади тоже кожа бирочка застежка в принципе все аккуратненько сделано вот такая красота кстати в прошлой моей коллекции вот эта девочка она тоже была оформлена преимущественно в черных оттенках черно-белых в этот раз я сделал черно-бежевую и конечно другое оформление ну потому что повторов я делать не планирую вот очень нравится мне лично что получили ну и соответственно конечно покупательницы понравилось у меня есть у меня есть еще планы на таких девочек в данную секунду у меня . две готовы но я думаю что в этом видео вы увидите больше брошей с девочками всем привет друзья у меня сотворились очередные девочки и одна из них уже перед вами я вам спешу ее показать для того чтобы отправить буквально через несколько часов откроется почтовое отделение я пойду ее отправлять брошка уезжает в сша в отличие от предыдущих брошек которые я делала в основном преимущественно расшитыми в лентах эту новую серию брошек я сделала более интенсивно расшита кристаллами и всякими разными бусинами ну и вот яркий пример перед вами здесь такие потрясающие сапфировые кристаллы я хочу чтобы на кристалле сфокусировалась но видоискатель объектив видит что там лицо и пытается сфокусироваться на лице здесь такие вот сапфировые кушоны вот эти по четырем сторонам и у них помимо того что очень красивый синий цвет у них еще и интересная огранка если удастся сфокусироваться вот у них как будто бы донышко да кристалл же прозрачный и мы видим донышко и это донышко как будто бы такое сжатая как сжатая ткань что-то такое ну и сверху огранка тоже есть я уже хорошо видно вот также помимо этих синих сапфировых кристалликов здесь такие темно-серые дымчатые кристаллики так вот кабошончик высоко поставлен может быть я сделаю немножко пересвет чтобы хорошо рассмотрели именно постановку этого кабошона да видите как он высоко стоит и дальше на несколько рядов стразовой цепочки которые посажены гораздо ниже кабошона из-за такого перепада высоты получается очень интересный эффект и дальше идут снова кристаллы и они уже опять выше чем стразовой цепочка также здесь много жемчуга сваровски добавлено ну и в целом достаточно такая сложная интересная расшивка здесь такие бусины интересные и маленькие маленькие кристаллики тоже синие сзади брошка выглядит вот так она такая фигурная бусинки они не вшиты в общую массу а как бы парят парят над кристаллами то есть у них нету даже сзади подложки но они держатся крепко потому что они на остальных пинах и эти пины вклеены потом вшиты в основу вот такая красота следующая брошка вот такой модели здесь я использовала тот же прием у меня высоко посажен кабошон далее низко по низу идет стразовая цепочка и снова чуть повыше кристаллы создает такую текстурность из-за вот этого перепада высот здесь уже совсем другая и модель геометрический и совсем другая цветовая схема я бы сказала как золото и пурпур камни сейчас блестят просто ослепительно в этом освещении но знаете я даже сняла видео разместила в экране эти камни даже при тусклом освещении очень хорошо блестят и переливаются то есть брошки прям очень нарядные здесь у меня получается тоже различные текстуры за счет различной огранки вот эти дуахромные кристаллы они в основном имеют фиолетовый тон но немножечко дуахромят в голубой это традиционные кристаллы ярко-желтого такого насыщенно желтого цвета мне кажется они очень здорово перекликаются золотым бисером и вообще вот золотыми элементами которые я добавила вот эти бусин тоже дуахромные которые по бокам от прямоугольников стоят и над ними бисер сваровский ой жемчуг сваровский здесь жемчуг сваровский и также золотая канитель добавлена очень тоже такая нарядная яркая броская брошь вот так она выглядит сзади но почему-то на камере гораздо синее цвет кожи в жизни она все-таки больше такая как классический фиолетовый цвет вот еще одна красавица сразу хочу показать сравнение вот они сейчас стоят рядом и видно что у предыдущей брошки кабошон гораздо меньшего размера за счет маленького кабошона я могу расшить кристаллами крупный кабошон очень крупными кристаллами как предыдущую брошку так особо не получится расшить ну или она будет прям совсем огромная но зато тут я реализовала такую свою хотелку с расшивкой пайетками вот именно этот цвет пайеток именно с этой девочкой я хотела соединить здесь оплетка самого кабошона так сейчас опять придется вернуться к предыдущему мне кажется отличается от предыдущего если предыдущий такой нарочито золотой то этот как будто бы гораздо менее такой желтый да при этом я тоже использовала здесь 557 этот бисер всем известный золотой но каким образом я сделала его не таким кричащим тем что я через один в оплетку добавляла бронзового цвета бисер то есть если присмотреться хорошенько то можно понять что здесь идет по очереди золотая бисеринка бронзовая бисеринка золотая бисеринка бронзовая бисеринка и таким образом общий тон вот этой рамочки получается не таким однородным и плоским это было моё такое моё такое самостоятельное открытие возможно некоторые мастера уже давно так делают но вот когда я выбирала бисер прикладывала мне один там слишком красный другой слишком бронзовый третий слишком желтый и вот таким образом нашлось решение потом идет такая темно изумрудная стразовая цепочка вокруг рамки золоченой сверху у меня вот такая вот интересная расшивка получилась нежно-сиреневая звезда золотой жемчуг сваровский там там зеленый жемчуг сваровский сверху вокруг изумрудной стразовой цепочки идет расшивка вот этими вот пайетками это металлик но это матовый металлик и у них очень очень красивый интересный эффект пайетки по моему это итальянские точно я не помню по моему итальянские я их в зеленой птичке давно уже покупала и все хотела подобную брошку расшить именно вот с этой девочкой я хотела соединить зеленый цвет здесь идет стразовая цепочка с очень интересным эффектом у нее такой опаловый перелив она очень очень тоненькая поэтому не знаю насколько хорошо будет виден этот этот самый опаловый перелив но тем не менее по ней видно что она какая-то необычная когда ее держишь в руках вот снизу вот такой сочный изумрудный кристалл традиционный кристаллики лаковые фиолетовые и расшивка жемчугом сваровский мелкими кристаллами и по кругу самая обычная обшивка я не стала делать никакого оплетения хотя может быть и можно было но уже знаете достаточно крупная брошечка и так получается побоялась что если я еще будут оплетения добавлять то для большинства она покажется чересчур крупной так сзади пока не забыла так она выглядит в принципе она такая тонкая и не тяжелая такая вот красавица очередная снова возвращаемся к маленькому размеру кабошонов и я представляю вашему внимание вот такую брошку сразу покажу как она оформлена сзади так как здесь ленты то оформлена она вот таким образом и здесь вот такая вот у нас принцессочка с вороном очень мне нравится эта девочка потому что во первых у нее ворон я люблю птиц во вторых у нее такое прекрасное голубое платье которое кстати я поддержала в этой броши нежно-голубым бисером вот этими прекраснейшими такими baby blue лентами и вот этими вот кристаллами тоже посмотрите какой прекрасный пудровый голубой цвет необычный очень очень нежный красивый также здесь в расшивке присутствуют опаловые кристаллы такие с эффектом опалового стекла что ли традиционные кристаллы здесь сочный яркий кристалл мелкие красные кристаллы и жемчуг сваровский в обшивке ленты я решила эту принцессу оформить и стразами и лентами но так как лент занимают большую площадь я решила стразы брать небольшие как вы видите по сравнению с вот допустим вот с этой девочкой это одинаковые кабошоны но здесь я взяла крупные стразы в этой брошке я взяла мелкие стразы но добавила объем лентами ленты здесь такой приятный серый цвет как я уже сказала baby blue приятнейший и свежести добавляют вот эти едва проглядывающие ленты белые в мелкий-мелкий черный горошек такая лапочка получилась и вот эта же девочка эта же принцесска только в кабошоне большего размера и здесь совершенно другая модель опять же совершенно другая расшивка несмотря на то что присутствуют и ленты тоже и расшивка тоже она не выглядит прям какой-то невообразимо громоздкой она выглядит в самый раз вот посмотрите ее наверное будет удобно показывать сбоку здесь у нас идет ну стандартная вот эта рамочка облетка бисером и дальше здесь идет обшивка пайетками двойная обшивка крупные пайетки бирюзовый металлик и мелкие пайетки черные надеюсь хорошо видно это и спереди видно что есть какой-то такой вот кантик интересный тонкий и сбоку когда смотришь на брошь очень красиво переливаются эти пайетки снизу здесь обшивку такой бирюзовый лаковый кристалл черные кристаллы мелкие красные кристаллы которые поддерживают красный фон жемчуг сваровским и сверху изюминка этой броши очередная изюминка это корона корона которая надета можно сказать на этой девочке только девочка нарисованная корона это 3d объект сейчас сверху покажу вот такая корона также здесь добавлен такой цветочек сейчас немного пересвечивает на камеру но это цветочек из натурального перламутра резного в реале это конечно же видно хорошо в него я добавила голубой кристаллик и здесь два таких простых зеленых кристаллика просто поддерживают в целом эту композицию также здесь добавлены кружевные черные ленты и бархатные бирюзовые в отличие от предыдущей брошки где я подчеркивала нежно-голубое платье девочки совершенно такими нежнейшими зефирными голубыми оттенками то здесь голубую тему в картинке до голубое платье я решила подчеркнуть бирюзовыми оттенками цвета достаточно темной морской волны сейчас на камере по моему немного темнее чем в жизни в любом случае я добавлю в инстаграм фотографии вы сможете посмотреть как на фотках в общем вот и мне кажется что и вот этот темно-бирюзовый цвет насыщенный бирюзовый этот пудровый голубой оба очень хорошо гармонирует с этой картинкой вот такая вот тема классная здесь по эту сторону короны красный кристаллик и ремчужинка сваровски крошечная вот такая красота здесь стразовые цепочки классные они интересны тем что там черные черные вот эти вот кристаллы в них и черная оправа то есть вот они так проблескивают мелкими искрами но при этом какие-то каких-то отдельных каменьев так особо и незаметно именно вот в кантике в этом так сзади сзади вот так и корона тоже видно сзади немножко прелесть моя ну наверное пока это все я выложу видео так как есть сначала у меня была идея что я сделаю всех девочек которых я задумала которые хочу сделать но теперь я понимаю что стоит выложить то что есть сейчас а потом когда сделаю когда руки доберутся это в общем еще не прямо сейчас произойдет вот когда сделала тогда выложу очередную часть пишите пожалуйста что какая из девочек понравилась больше всего вам сегодня если какая-то из них если вам какая-то из них понравилась и вы хотите забронировать вы можете написать мне в ватсап или перейти в инстаграм либо на витрину дельтинка мэйт там я обычно указываю цены если картинка есть а цены нет то скорее всего изделие продано уже вы можете также зайти на дельтинка лайф там я выкладываю много чего интересного и переделки и процессы некоторые и в общем всякое разное на момент съемки продано только вот эта брошка остальные пока свободны спасибо вам за ваши лайки спасибо за вашу активность спасибо за то что делитесь видео с друзьями это очень важно и действительно очень помогает я вам всем желаю хорошего дня с наступающим вас новым годом всем здоровья и всего самого-самого наилучшего наконец-то я прощаюсь пока пока